всем привет это sb 1813 или просто продолжаем реакции сейчас будет у меня на реакции такая группа google дрейн и трек который может возможно делали реакции не помню это будет life yokohama arena очередной life cold rain 13 февраля знаете что это значит все правильно в этот день у меня где рождение записывается реакцию я это заранее если что потому что в своде рождения с не ничего не буду честно говоря праздновать 31 лет я вообще не хочу и не буду потому что но это уже какая-то странная хрень а учитывая что все проблемы которые на меня еще спалились с ногой работы короче грустненько с этой стороны а с другой в принципе и ладно и ну по традиции я решил что в этот день я выложу всего одну реакцию это опять же будет cold rain одна из моих любимых японских групп и пусть это будет их трек с последнего вот альбома который у них уходил помощи году да вот и это тоже будет их life посмотрим очередной life cold rain надеюсь будет балдежный и трек вроде это прикольно должен быть к сожалению к сожалению альбом у них не очень прикольный вот вышел в двадцать втором году я реально сколько не пытался его расслушать так не расслушивал до конца чтобы унести его даже в топ года то есть как бы но он нормальный но я все-таки ожидал судя опять же по синглом чего-то более чем нормально от cold rain плюс опять же все их предыдущие работы как-то мне прям ну прям хорошо бы у них а тут как бы прям такой чуть-чуть ли не проходной альбом там был очень крутой кавер на известную группу мне не помню как называется только вот но кавер там прям был балдежный но это прям единственное что там реально было балдежно и вот неплохие синглы все остальное к сожалению как-то так проходничок поэтому cold rain немножко разочаровали но надеюсь сейчас не разочаруют в клане лайвы давайте посмотрим там вроде когда там все балдежно опять же на арене какой-то так что будем сейчас сидеть балдеть и принципе наверно походу конец повода трека было с этим все их альбомы сейчас перри обложке альбомов перечислились в пижаме выступает красавчик вот кстати говоря про японцев которые стоят на концерте вот на группах типа cold rain они не стоят если что он весь зал прыгает но он наконец-то подложки нормально себе сделал а а а а а а а А, или это гитарист поет. Он очень круто вытягивает на концерты, конечно, вот чё-чё, а его локалист, он прям очень балдежный. А, это, по-моему, первый сингл с их альбома, который выпадёт. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот это, конечно, странная тема, потому что японцы так вот одинаково всё делают, это, конечно. Ну, с другой стороны, это типа арена, или какой-то большой групп. Так у них парениты, наверное. Ну, с другой стороны, они не стоят на месте, то есть это не как на некоторых вики-группах, где реально просто девочки вот такие столбом. Холд Рейн все-таки поживее намного. Ну, прям хорошо, хорошо. Не, блин, мне очень нравится его вокал, совершенно. Ну, камера такая. Нормально. Так, ну что, вот мы смотрели лайв на трек Каллинг от группы Cold Rain. В принципе, они всё понравились, даже не знаю, что-то комментировать. Как бы Масата великолепно спел, особенно под конец, когда вот эти вот у него завышенные штуки пошли. Это прям очень хорошо. Ну, не сказать бы, что прям идеально он спел трек. То есть там было пару моментов, которые так немножко плавал. Но тем не менее, всё равно, среди очень многих вокалистов, считаю, очень не лучшим, ну, по крайней мере, у японцев точно. Потому что он прям, ну, свои партии реально может тянуть. Плюс как-то вот именно его вокал узнаваемый, точнее, он не похож на другие. Даже среди там пост-харкорда, металлкор-команда, даже зарубежных. Вот как-то вот фишечка есть в вокале. Вот такой вокал я люблю. Так что он прям красавчик во всех смыслах, опять же. Ему нет вопросов. В целом, как бы, лайф, опять же, нормально звучит. Всё слышно. Вот. Выглядит тоже прикольно. Понравилось, что не стоят все на месте тут. Ну, единственное, странная у них вот эта всё-таки тема, то, что все одновременно вот так вот качают башкой. Это я вот до сих пор, до сих пор японцев не могу принять как-то. Вот просто интересно было бы, если бы я пошёл на японские концерты вот такого, типа, большого масштаба. Делал бы я то же самое, или бы я бы в ступоре как-то там был, потому что не понимал. Ну, такое просто чувство, что они заранее заучивают все, ну, всё заучивают, что делают на концертах. Особенно у VK Group, да, которые вот это вот всё, у них там руками что-то показывают, там у газет, например, тоже это есть. Это прям, то есть, если ты первый раз пошёл на концерты, и такой ничего не знаешь, ты, естественно, не сможешь это делать, потому что не знаешь, что делать. Ну, тут как бы вроде просто надо мотать башкой, но опять же как-то в такт другим. Это странно, короче. Мне нравятся всё-таки более хаотичные такие концерты, где ничего не понятно, но очень весело. Ну, в любом случае, нормально. Сдвиг же был, как бы, опять же, всё красиво. Мне очень понравилось то, что там с этими экранами, с этими облапошки альбомов предыдущих показали. Как я понял, вот этот трек, ну, на самом деле, тоже он про их, типа, вот эту историю вот этих альбомов-то как раз. Так что вот именно вот этот трек мне очень понравился у них именно из новых. Это же, по-моему, первый сингл, если я не ошибаюсь. Или второй сингл, по-моему, даже второй сингл снова альбом был. Но вот, блин, очень жалко, что вот такие треки, к сожалению, их в альбомах нет. В альбомах просто какая-то бредятина, если честно. Совершенно невкусная и неинтересная. Ну, опять же, это, может, больше стоит раз слушать. Но это не тот альбом, который, знаете, ты не понимаешь в плане там звука или партий. Потом ты его разлушиваешь, такой, ммм, да. Нет, он просто сделан обычно достаточно. То есть вот там хорошие синглы, очень крутой кавер. Все остальное, вот, просто проходничок, к сожалению. Так что, полдрейн, ладно, буду ждать от них чего-то нового тогда. А пока пусть славит, пусть хотя бы лавина радует. Ну, может, каким-нибудь клепачок. Мы вот на кавер бы клепака не сделали. Был бы очень круто, я бы с удовольствием на него проагировал. Потому что там вот крутой реально трек. А так как бы ладно. Ну, в любом случае, ладно, я побалдел. Как бы сегодня не может, но я думаю, побалдеть хотя бы немножечко. Хотя именно сегодня, когда эта реакция выйдет, я не буду обалдеть. Потому что мне должны будут зубы делать. А это, ой-ой-ой. Ладно, надеюсь, я не помру свой же день рождения. Короче, ладно, все, спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Слушайте, что мне нравится, 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 все знаете. Дальше посмотрим тогда, что у меня будет там, опять же, по здоровью, по времени. И так далее. Стараюсь не затягивать с реакциями, с пачками. И на этой неделе, опять же, что-то уже выложить. Вот. Но, если что, как бы, опять же, все буду писать в своем паблике и в новостях. И, в принципе, наверное, все. Я пошел. И пока. Продолжение следует...